В пятницу Игорь Руденя провел личный прием граждан. Спортивному залу в первой школе в Жарках требуется капитальный ремонт. Новое медицинское оборудование необходимо для Кашинской ЦРБ. А Тверскому детскому саду номер 7 нужна замена оконных блоков. Ирина Синягина расскажет о том, какие решения были приняты. Анна Сергеевна приехала на прием к губернатору из Жарков. Ее младшая дочь в этом учебном году закончила третий класс в первой Жарковской общеобразовательной школе. Женщина рассказывает, что все праздничные мероприятия проходят в спортивном зале, состояние которого оставляет желать лучшего. Там же дети занимаются в различных спортивных секциях. Очень давно не было ремонта. В младшей школе сделано. Последний звонок там проходил. Первый звонок у ребенка. Поэтому все видно. Он находится в таком состоянии, что хочется, конечно, для деток желать большего. У нас много деток, которые занимаются спортом. Но сейчас мой ребенок занимается пионерболом, волейболом. Есть дети, которые постарше занимаются волейбольной секцией. Губернатор отметил, что осведомлен о ситуации. Деньги на проведение ремонтных работ дополнительно выделены. До конца июня должны пройти все необходимые процедуры по выбору подрядчика, отметил Игорь Руденя. Также в рамках капремонта спортивного зала предусмотрено мероприятие по замене электропроводки, осветительных приборов, оконных блоков, дверей, внутренней отделки помещения. Работы планируется начать в начале июля. А Галина Николаевна обратилась к губернатору по вопросу приобретения нового рентгенологического оборудования для Кашинской ЦРБ. В 2007 году для районной больницы был куплен медицинский аппарат. Но за годы его эксплуатации значительно снизилось качество рентгеновских снимков. Были случаи такие, что когда люди обращались с этими снимками, их отправляют, например, на прием сюда, в Тверь. Качество доктора, который принимает, качество этого снимка не устраивает. И они просят, чтобы сделали другой снимок. Обратившийся, он, естественно, ищет в Твери сразу место, где можно сделать снимок, дабы представить этот снимок доктору. По поручению губернатора для Кашинской ЦРБ будет приобретен новый, уже цифровой рентгенодиагностический комплекс. С учетом наличия сети интернет и всех ресурсов, будет возможно переслать снимки в режиме онлайн в областную больницу специализированной федеральной клиники. Специалисты смогут их посмотреть, провести консилиум и поставить правильный диагноз, отметил губернатор. Перед установкой оборудования в помещении планируется провести ремонт. Работы должны быть сданы до 1 сентября. Приемка оборудования, монтаж и пуска налалочной работы будут проведены в сентябре. А вот Евгения Максимовна из Твери обратилась к Игорю Рудени с просьбой о замене оконных блоков в детском саду номер 7 областной столицы. Из 77 окон 44 поменены, остальные старые еще со времен постройки детского сада, то есть с 1969 года. Молодая мама водит в этот садик младшую дочь, как раз в одну из таких групп, где установлены еще старые рамы. Каждый год с приходом холодов в группе становится некомфортно, рассказывает Евгения. Холодно очень, да, и детки у нас спят в пижамах, в носках. Каждый сезон тряпочки мажем хозяйственным мылом и заклеиваем. То есть это начало сезона. Потом воспитатели эти тряпочки стирают, мы эти окна моем и непосредственно снова, как начало сезона осеннего, заклеиваем. Поэтому, конечно, щели очень большие, рамы приходится открывать молотком. Садик у нас замечательный, воспитатель у нас прекрасный, весь педагогический состав. Поэтому хотелось бы благоустроить наш садик, чтобы нашим деткам там было хорошо. Как отметил глава региона, средства на замену оконных блоков предусмотрены. Планируется, что уже в июле начнутся работы и будут проведены максимально оперативно. Также по просьбе жительницы Твери Игорь Рудене поручил привести в порядок асфальтовое покрытие на территории дошкольного учреждения.